Ну что ж, давайте начинать. Ну, как вы видите, проходя по коридорам, у нас немножко такие экстремальные условия. Здесь у нас ремонт начинается. Поэтому я надеюсь, что дальше нам будет все-таки возможность здесь заниматься. И ничего нас не будет отвлекать. Вышкинцев также поздравляю с днем вышки. Вот. Но сегодня официально занятий в вышке нет с часа дня. Вот. Но поскольку наш семинар совместный с НОЦ, то мы имеем такую возможность. Ну, про экзамен я, наверное, особо говорить не буду. Ну, значит, в конце семестра будут задачки. Если вы... Не очень сложные. Я думаю, если вы так более-менее ходите и что-то понимаете, то вы их решите. Вот. В общем, ну, по опыту прошлых лет, в общем, проблем с экзаменом не было. Значит, курс наш будет состоять в этом семестре из трех частей. Ну, по числу задействованных 40 водителей семинара. И первую часть прочитаю я. Я надеюсь, что в этом году у нас не будет форс-мажор и все будет подряд. То есть каждый курс лекций будет связанным куском, а не перемежающимися какими-то множествами. Но, в общем, давайте начинать. Есть ли еще какие-то вопросы по формальной части? Нет. Так, можно только кого-нибудь попросить, пустить бумажку. Значит, ну, как обычно, фамилия, имя, курс, программа, там, вуз. Ну, все как обычно. Вот. Так. Значит, первая часть курса нашего семинара будет посвящена обсуждению такого сюжета, как эргодическая теория групповых действий. Ну, и начну я с того, что объясню все слова, которые здесь написаны. Ну, давайте начнем с конца. Значит, что такое группа, я надеюсь, все знают. Мы будем рассматривать, как будет дальше, ясно из дальнейшего. Нас будет интересовать группа бесконечная. Ну, потому что мы будем хотеть делать некоторый такой предельный переход, а в конечной группе это неинтересно. В то же время, ну, так, если смотреть на бесконечные группы, то понятно, что бывают два основных класса. Бывают группы дискретные, бывают группы, но какие-то непрерывные. Нас будут интересовать исключительно дискретные группы. С непрерывными наука еще сложнее, и мы туда не пойдем. Значит, итак, нас будут интересовать дискретные группы. Теперь, что такое пергодическая теория? Давайте я начну с того результата, с которого она в каком-то смысле началась. Хотя это теорема Бирбгофа-Хинчена. Это одна ее половина, а вторая ее половина называется стеремой фон Неймана. А на самом деле, так сказать, там есть еще третья часть, которая, в общем, несложное обобщение, и поэтому я это все сформулирую вместе. Значит, в какой ситуации посвящена эта теорема? У нас есть вероятностное пространство. Причем, значит, да. Давайте я буду снять пока мем. Вероятностное пространство. Так, есть люди, кто не знает, что это такое. Значит, множество, сигма-алгебра, и мера на нем, мера всего пространства, единица. На этом вероятностном пространстве действует отображение. И это отображение сохраняет меру Неймана. это означает по определению, что для любого множества А, ну, естественно, измеримого, мера А равна мере прообраза А. почему мера прообраза? Давайте я доформулирую теорему, а потом прокомментирую. Тогда предположим, что нам у нас есть некоторая функция F, если ли один на этом пространстве. Ну, вообще, если у нас есть какая-то функция, то мы можем рассмотреть вот такие функции. средние, как говорят, эргодические средние за N шагов. Теорембергов и Хинчина будет нечто утверждать про вот эту последовательность функции. Ну, как ни трудно сообразить, если функция F из L1, то это функция тоже из L1. Ну и смотрите, что она утверждает. Тогда первое. SNF сходится к некоторой функции F. В каком смысле? Значит, почти всюду. И в L1. говорит нам теорема Бергов и Хинчина. Теорема фон Неймана говорит больше. Ну, вернее, немножко другое она говорит. Она говорит, что если F из L2, то сходится и в L2 тоже. Ну, а в общем случае можно так написать, что если F принадлежит Lp, а P от единицы до бесконечности не включительно, то F, то SN от F здесь F с чертой. А сходится к некоторой функции F с чертой в Lp. Вот первая часть. Ну, давайте. Значит, это первая большая часть заключения теоремы Бергов и Хинчина. Она говорит, что если что вот такая последовательность оказывается сходится в такая последовательность функции, это вообще говоря, крайне неочевидное утверждение. Вторая часть говорит о том, что при некоторых условиях давайте опять же 1A и 1B, потому что это в общем про одно и то же, что если F органично, если можно сказать мю эргодично, то F с чертой равно константе почти всюду. А на самом деле давайте я вот в 1V еще напишу здесь 1V, что F с чертой в композиции СТ равно F с чертой. Пока тут много слов не объяснил, у меня просто места сейчас не хватит, а я хочу, чтобы формулировка была на одном экране. Да. Что такое F0? Где F0? Это не нолик, это композиция. Давайте я, может быть, напишу, если вот это в точке X, то мне надо взять F в точке ТКТ от X. Итак, значит, первое большое утверждение, что вот эти Sn и от F сходятся к некоторой функции, имеют предел. Второе утверждение, ну, в каком смысле вот тут написано. Второе утверждение, что этот предел будет инвариантной функцией. И третье утверждение, если эргодичное слово я еще не объяснил, то F чертой константа почти всюду. Давайте теперь я эту формулировку прокомментирую. Значит, первое, что надо прокомментировать, почему я вот здесь написал T в минус первой. Да, я прошу прощения, если все это как-то видели, видят не в первый раз в своей жизни, то я могу пойти быстрее. Или есть люди, которые это видят впервые? Ну, вот вообще, вот там, вот формулировка этой теоремы. Хорошо, я думаю, что не в один. Так, значит, почему T в минус первой? Потому что мы хотим рассматривать не только, ну, во-первых, по чисто формальным причинам, потому что что мы знаем про сигма, про измеримое отображение. Я забыл сказать, что, конечно, если я написал, что оно сохраняет меру, то первое, что я от него требую, чтобы оно было измеримым относительно этой сигма-алгебры. Ну, если у вас есть вообще измеримое отображение, то что это значит? что T измеримое. Что для любого A из B T в минус первой от A принадлежит B. Ну, это такая вещь. Соответственно, вообще говоря, что T от A не обязаны быть измеримым множеством. Ну, можете подумать, придумать пример соответствующий. Эта причина чисто такая формальная. А содержательно разница, почему я пишу именно так, почему я пишу, что мера A равна мере T минус первой от A, потому что именно такое определение осмыслено для необратимых отображений. Вот представьте себе такое отображение. Пример. Пример называется удвоение окружности. Давайте рассмотрим отображение T из окружности. Окружность это у меня R фактор по Z. То есть множество. Ну, там можно, например, думать как про единичный отрезок со склеенными концами, ну, или просто вот как действительно такое фактор множества. Фактор группы посложения, если угодно. И работает оно так. Оно точку X переводит в точку 2X. Ну, естественно, с точностью до целого. То есть если мы нарисуем график, то график устроен вот так. у нас можно считать, что это множество это просто полуинтервал 0,1, тогда вот такой график. Если бы мы посмотрели на... Значит, я хочу... Я утверждаю, что вот это отображение сохраняет меру Лебега. Ну, как обычно, достаточно это показать для простых множеств, а дальше делать предельный стандартный этот трюк, что если для отрезочков это верно, то дальше это, поскольку это верно на сигма-алгебре, это верно на минимальной сигма-алгебре содержащей отрезки, значит, для всех Боррелевских множеств, а тогда и для всех измеримых, которые отличаются от них на меру 0, потому что мера 0, ясное дело, если вы А портите на меру 0, то это у вас не меняется. Поэтому такие утверждения достаточно проверять на простейших множествах, ну, например, на отрезках. Давайте подумаем о... Две вещи, два вопроса. Значит, почему вот это верно? То есть, почему для любого отрезка вот это верно? И второе, будет ли верно вот это? кто может сказать? А первое, заметим, что у нас пользуются... Да, если мы здесь берем отрезок... Да, то это прообразие, у нас будет два отрезка. Да. Да, два отрезка вдвое меньше длины, поэтому здесь у нас была там какая-то мера L, а здесь два отрезка L пополам в сумме тоже L. Поэтому это верно. А это неверно, ну, потому что если возьмете, скажем, вот этот отрезочек, то у него образ, это вот этот отрезок более длинный вдвое. Ну вот. Так что вот это, вот такое условие нам не нравится, а сохранение меры у нас будет вот таким. Так, это я объяснил, почему надо сохранение меры брать вот именно таким. Давайте теперь я еще немножко поясню, что такое эргодическое среднее. Я написал какое-то формальное выражение, но смысл, за ним стоящий на самом деле достаточно понятен. Вот смотрите. вот это мое х большое. Вот я взял в нем точку х маленькая. Тогда, чтобы посчитать какое-нибудь эргодическое среднее в этой точке, я делаю следующее. Я рассматриваю отрезок орбиты этой точки. То есть я беру, применяю к этой точке последовательно много раз отображение t. t в n минус первое х. И смотрю на значение моей функции в этих точках. Беру среднее арифметическое. То есть я, так сказать, можно себе это так представлять, что вот х задает состояние моей системы. Я... А, t это некоторый закон эволюции. Вот сегодня она в х, завтра в tx, я смотрю на эту систему и наблюдаю за ней n дней. Каждый день меряю какую-то функцию температуру в Москве. И вот у меня x задает все состояние земной атмосферы, t объясняет, как она меняется за один день. И вот тогда, скажем, если моя функция это температура в Москве, то я могу посмотреть среднее ее значение за какое-то время, за сколько-то дней. Значит, ну, в отличие от ситуации с погодой, здесь в чем разница, что погода, она зависит не только от состояния системы, но и от того, скажем, какое у нас время года, там, от каких-то условий совсем внешних. Если мы их в систему не включаем, то пришлось бы сказать, что вот это отображение f, которое мы применяем, ну, t, t точнее, оно, так сказать, еще зависит от номера итерации. Но у нас не так, у нас все одинаково. Солнышко у нас светит постоянно, никакого там наклона оси нету, поэтому времени года нет. И каждый день мы что-то наблюдаем. Тогда было бы естественно считать, что если мы наблюдаем за взятой наобум точкой, то мы наблюдаем более-менее то же самое, как если бы мы посмотрели на эту систему в нынешний, в один момент времени. Так сказать, чтобы понять, то есть речь идет примерно про следующее. Вот представьте себе, что вам надо понять, какие стадии проходят развитие дерева в лесу. У вас есть два способа. Первый значит посмотреть за одним деревом на протяжении всей его жизни, что долго. Второй способ это просто погулять по лесу и посмотреть, что бывает. и есть надежда, что в определенном смысле эти данные будут давать одинаковый результат. С формальной точки зрения как раз что означает вот эта сходимость? Она означает, что если вы точку x берете среднюю, то ну, давайте с более простого вещи начнем. Пусть функция f это характеристическая функция какого-то множества. Обычно я буду вот так обозначать. Значит на множестве а она единичка, на дополнение она ноль. Как тогда опять же сказать про sn от f? Вот что такое это? Как тогда словами объяснить, что вот это такое? да, да, совершенно верно, это доля времени, которая наша, ну, за первые n-терации, на какой наша точка проводит в множестве а. И, соответственно, тогда, что нам говорит, скажем, первый пункт нашей теоремы? Он говорит, что для почти всех точек, оказывается, вот эта доля, она стабилизируется, она имеет предел. Могло бы так оказаться, что, так сказать, для большинства точек этот предел бы не существовало. Сначала точка долга в множестве а в основном, потом долго вне множества, а потом еще дольше вне, потом опять внутри и так далее. Получается, что у нас, скажем, средняя бы как-то колебалась. Вот этого не происходит, оказывается. Это есть предел. Ну, здесь понятно, что у нас функции ограничены, поэтому вообще все вот это про одно и то же. Пункт 1в на самом деле очень простой, особенно как раз для ограниченных функций. Почему? Ну, это для функций из LP надо немножко чуть-чуть больше повозиться, но в общем все примерно так же. Смотрите, давайте посмотрим на то, что будет, если я давайте я напишу такое выражение. я беру эргодическое среднее в точке x и вычитаю из него эргодическое среднее в точке tx. Кто мне скажет, что получится после упрощений? f от x делится n минус f от x да, значит, f от x минус f от t в какой-то там n здесь до n-1 сумма берется и значит после будет n. Но это, впрочем, никакой роли не играет. Ну вот, скажем, если функция ограничена, то вот эта штука у нас просто везде стремится к нулю. Ну потому что числитель ограничен, заменитель n. Также вот эта функция очевидным образом в любом lp стремится к нулю, если f лежит в lp. Ну потому что, опять же, норма числителя там не превосходит две нормы f, а мы это делим на n. Чтобы доказать там сходимость к нулю для неограниченной f там почти всюду, это надо немножко повозиться, но давайте мы в это поверим. То есть, что я хочу сказать, что если нормы вот эти функции стремятся к нулю, а мы знаем, скажем, что в lp вот эта штука стремится к f чертой от x, так сказать, а эта стремится в том же lp к f чертой от tx. Ну и тогда разность, естественно, стремится к пределу вот этих выражений, то есть к нулю. Кстати, я здесь сделал одно утверждение, давайте мы его обсудим. Почему если вот эта последовательность стремится к вот этой функции, то есть если sn от f стремится к f с чертой в lp, то почему отсюда следует, что sn от f в композиции с t стремится к f с чертой в композиции с t в lp? Это почему так? Ну давайте можно здесь даже написать что-нибудь вообще любую последовательность fn какая-то есть последовательность функции, которая стремится там к чему-то в lp. Ну что, что из x в x? Ну мы говорим, что если просто измерим, это, наверное, неправда даже. Потому что t сохраняет нашу меру. Ну давайте, чтобы не возиться с p, там все то же самое, просто напишем ну или давайте, ладно, в lp, разницы никакой. Что здесь написано? Здесь написано, что интеграл fn минус f чертой в этой степени dx, ну или там dm, точнее, стремится к нулю. Но если я... А здесь у меня написано то же самое, только от tx. но я могу сделать замену переменной именно за счет того, что у меня мера сохраняется моим отображением. Я могу сделать замену переменной y равно tx и при этом мера, так сказать, распределения мера на y и на x будет одна и та же. Поэтому у меня здесь будет просто написано ну поэтому если я стремится к нулю, то я стремится к нулю. Угу. Ну, говоря простым языком, если у вас... Ну, если это вызывает сомнения, попробуйте сами убедить себя в том случае, например, когда вот эта функция, вот которая тут написана, она, например, просто не характеристическая. Для характеристических это совсем очевидно, потому что, ну, интеграл характеристической функции это просто мера соответствующего множества. Да? И как раз вот это условие нам гарантирует, что в этом случае можно делать замену переменной. А замена переменной в общем случае грубо говоря получается предельным переходом от тех самых характеристических функций там к ступенчатым и потом к любым. То есть тут на самом деле никакой хитрости нет. Вот. Значит, поэтому пункт 1v мы практически доказали, но, например, можно всегда говорить про сходимость в l1, и тогда значит, это мы доказали. А теперь, значит, про поводу пункта 2. В пункте 2 пока есть загадочное слово эргодичное. Давайте я дам определение. определение. А мю эргодично относительно t или что то же самое t эргодично относительно мю это означает следующее, что для любого множества а такого, что это множество почти инвариантно можно было требовать совершенно строгой инвариантности, но часто пишут так. То есть если наше множество инвариантно, здесь написано немножко более такое хитрое утверждение почти инвариантно, то есть мера разницы будет 0. На самом деле можно было бы написать и чистую инвариантность, это эквивалентное определение. Так вот, требуется, что тогда такое множество либо нулевой мер, либо полной. Вот, эквивалентное определение. Все то же самое, значит, если для любой функции f тут можно писать что хотите, ну, например, f принадлежит l1 или там l-бесконечность. Верно следующее, что если f композиции с t равно f почти всюду, то f равно константе почти всюду. Заметим, что снизу вверх эквивалентность доказать совсем просто. Если у вас есть какое-нибудь множество а, которое инвариантно, ну, вот в этом смысле, то его характеристическая функция будет инвариантна в этом смысле. Тут как раз, то есть, ну, давайте это тоже обсудим. Значит, давайте посмотрим, во что вот это превратится, когда f это характеристическая или индикаторная функция множества а. Тогда f в композиции с t давайте от x это f от t x то есть это 1, если t принадлежит а, ну и 0 иначе. Это 1, если x принадлежит t минус 1 от а, ну и 0 иначе. То есть это индикаторная функция t в минус 1 от а от x. Поэтому вот это условие, оно как раз и говорит нам, что функция индикаторная а и индикаторная t в минус 1 а отличаются множеством меры 0. То есть тогда если у нас имеет место вот это усвойство, то наша функция f вот эта константа почти всюду. Как индикаторная функция может быть константой? Только двумя способами. Либо она почти всюду 0, либо она почти всюду 1. Вот. А доказательства, значит, мы доказали вот это. Доказательства вниз на самом деле тоже несложная и основана на том, что если у вас есть вот такая штука, то если вы рассмотрите множество точек, множество тех x, где f от x там, скажем, меньше c, то это множество будет инвариантно в верхнем смысле. То есть надо взять вот такие множества такие множества будут инвариантны вот в этом смысле. И тогда мы можем заключить отсюда, что они имеют меру 0 или 1, но и дальше надо тогда отсюда еще один шаг сделать, доказать, что если мера всех таких множеств 0 или 1, то обязательно наша функция константа. Опять-таки нехитрое упражнение по теории меры. Вот. Значит, это мы так достаточно подробно разобрали классический результат. Если я правильно помню год, то где-то, по-моему, 28-й, а это, по-моему, 31-й. Ну, короче говоря, где-то рубеж 20-х, 30-х годов. Вот. Вот такая теорема. Как на это можно посмотреть немножко по-другому? Можно сказать, что у нас на нашем пространстве действует не одно отображение, а действует полугруппа. Полугруппа Z+. Так, что такое полугруппа? Слышали, нет? Ну, это все то же самое, как группа, только обратного элемента у нас необязательно есть. так сказать, можно элементы умножать, ну, или в данном случае складывать, иметь место ассоциативность, ну, и формально это называется маноид, но в этой науке все про это игнорируют, все это игнорируют, требует, чтобы был нейтральный элемент, значит, такой, что а на е равно е на а равно а, любого а. Вот, мы это всегда будем требовать. Вот, как он действует? Ну, а именно, если я хочу понять, как у меня, то есть tn-ая, это просто t в степени отображение, соответствующее числу n здесь, это просто n-ая степень. Что надо, так, все ли понимают, почему это действие и что скрывается за этим словом? То есть какая-то, какое-то автологическое... z плюс 0 включает, да. Что, 0, да, z плюс это 0 и так далее. Это бурбаки придумали, чтобы всех запутать. Да. Значит, что такое действие? Ну, давайте для групп напишем. Для групп это означает, что если у меня есть для полугрупп, естественно, все то же самое. Да? Единственное, в чем у нас здесь разница, что операция в этой полугруппе обозначается значком плюс, и поэтому все, что здесь написано, это то, что t n1 плюс n2 это то же самое, что t n1 плюс n2 по определению. Это t в степени n1 от t в степени n2. Ну, то есть композиция. Ну, и все. А здесь можно, если уж очень хочется, обратно вниз спустить. Вот. Поэтому действительно здесь вещь тривиальная. Но в принципе, теперь нам никто не запрещает рассмотреть действия других групп. И вот, собственно, про это и пойдет речь. То есть, давайте я теперь, уже это будет не теорема, а это будет такая, некоторая общая постановка задачи, что мы будем изучать. Значит, у нас есть вероятностное пространство. На нем есть измеримое, сохраняющее меру μ, теперь уже действие группы. То есть, у меня есть некоторая группа g, которая я буду предполагать дискретной, бесконечной. и g действует на x, как там пишется у нас. Соответственно, здесь у меня получается, что мне надо написать, что tg для любого g и g верно вот это. Тогда это действие называется сохраняющим меру. А дальше начинаются вопросы. Первый вопрос, что будет аналогом органических средних? Ну, самое такое естественное понятие, что надо взять некоторое семейство элементов моей группы. Ну, давайте я напишу, здесь какая-то g принадлежит к вам множеству fn. Ну, и здесь будет написано tg. Вот. Органический средний, ну, вот по множеству fn. То есть у нас еще появляется еще один элемент произвола, это выбор вот этих fn. Ну, и мы хотим понять, а будет ли у нас наблюдаться нечто похожее? Будет ли у нас наблюдаться сходимость этих штук? А будет ли у нас предел инвариантен? Ну, и последний факт, значит, а чему этот предел равен? Про последнюю часть мы, может, отдельно скажем потом. Кстати, такой вопрос. А кто знает, что такое условное математическое ожидание? Хорошо. Тогда я, пожалуй, прям сразу скажу такую вещь. Это, значит, относится к предыдущей теореме. Я прошу прощения, что сразу это не сказал. Значит, на самом деле можно писать общую формулу. множество таких а штукмера. Ну, то есть это как раз та самая сигма-алгебра инвариантных множеств. Если рассмотреть сигма-алгебру инвариантных множеств, оказывается, что всегда f с чертой это условное мате ожидания f по этой сигма-алгебре. Вот если вы знаете определение, то вот оно так. Вот. Ну и так, например, можно задаться естественным вопросом. То есть что вот у этого утверждения можно как раз пытаться найти аналог для групповых действий. Потому что если у вас действует группа, ну, соответственно, надо потребовать не только вот этого, чтобы для всех tg вот это было верно. То есть чтобы все tg а практически сохраняли. Сохраняли с точностью до множества меры 0. Получается сигма-алгебра инвариантных множеств. Верно ли, что f с чертой будет вот таким условным мате ожидания? Ну, тоже вопрос. Вот, собственно, чем мы будем заниматься в первой части курса. Тем, что будем пытаться для разных групп получать какие-то ответы на этот вопрос, какую-то конкретизацию этого утверждения. То есть тут первый вопрос, ну или даже нулевой, это как брать вот эти fn-ы. Второй вопрос, есть ли в этом случае сходимость, и если есть, то в каком смысле тут есть сходимость в lp, есть сходимость почти всюду, много всего. Ну и последний вопрос, это идентификация предела. Верно ли, что предел вот такой, или там предел что-то еще. Ну в общем, вот такой вопрос. И сегодня мы поговорим о том, какие бывают группы. Ну, в интересующем нас классе дискретных счетных групп. Понятно, что брать несчетные группы неинтересно, потому что ну все наши предельные переходы смогут так сказать потрогать только счетное число элементов. Вот. Ну давайте начнем с того, что наберем каких-нибудь примеров. Ну, какие вы знаете примеры дискретных счетных групп? С бесконечности. Кто? Ну, перестановки просто... Хорошо, значит, предлагается группа С бесконечности, видимо. То есть она состоит из всех... Ну, я так напишу немножко неформально. Мы берем все подстановки, которые лишь конечное число элементов переставляют. Потому что если рассмотреть все биекции, то их слишком много. Так, ну хорошо, интересный пример. Ну давайте я начну с самого простого примера. Z. Чуть посложнее. Z в степени. Значит, это группа по сложению. Еще чего бывает, чего известно среднему студенту. Ну, еще бывает почему-то непопулярное в курсе алгебра свободная группа с Q-образующими. Так, надо напоминать, что это такое? Вы знаете? Хорошо. На матфаке тоже доказывают, что она есть, что это такое. Хорошо. Нет, просто про нее так обычно рассказывают вскользь. И, например, вы знаете, как доказывается, что у всякого элемента есть представление и сократим виде ровно одно. нет, вы этого никогда не слышали. Я не знаю. Наверное, это какой-то солидный математик когда-то доказал, но сейчас, кажется, фамилия уже по крайней мере мне неизвестна. Итак, ну что-то, как можно смотреть на FQ? Надо взять множество всех слов, ну, сейчас группу. Можно сказать, что это множество всех слов в этом алфаите конечном, по отношении эквивалентности, ну, что можно вписывать и вычеркивать там какие-то cc в минус первый, где там c лежит во множестве ажитое ажитое в минус первый. Есть комбинаторный, это может через данный клемат попадать, а можно строить кобоморфизм и вывести кобоморфизм. Куда кобоморфизм? Какие-то операторы, которые... Ну, можно. Ладно, давайте я расскажу такое простое доказательство. Доказательство будет следующее. Так, понятно, что я здесь написал? Наверное, значит, это доказательство, которое может понять, не знаю, школьник. Доказательство такое. Вот мы хотим доказать, что у каждого написанного здесь выражения есть несократимое представление ровно одно. Для этого мы предъявим некоторый алгоритм. Алгоритм работает следующим образом. Этот алгоритм берет начальные отрезки. То есть вот у меня есть слово W, которое здесь написано. Давайте это еще раз перепишу. И строит из него последовательность слов. Ну, давайте мы их назовем W, W, T. И J там, ну, от нуля до K. Ну, давайте W, 0. Это пустое слово. Там, как его, ну, допустим, 0 напишем. А W, J плюс первое строится следующим образом. Надо вот что сделать. Надо сказать, что слово W, T, оно заканчивается на что-то там. Но на самом деле оно может быть либо лямбдой, то есть пустым словом, либо W, житая будет заканчиваться на некоторую букву B. Соответственно, я хочу, то есть что я делаю? Я рассматриваю последовательно растущие кусочки и пытаюсь для них итеративно строить несократимые представления. Это как бы то, что надо держать в голове. Если у меня несократимое представление было пустым, то несократимое представление после того, как я дописал очередную букву, а ж плюс первую, это оно и будет. Раз. Второй случай. Я дописываю эту букву и у меня происходит сокращение. То есть это означает, что B равно а ж плюс один степени минус эпсилон ж плюс один. А в этом случае надо написать здесь как раз надо эту букву просто вычеркнуть. А если W, J, T это все то же самое, но B не равно тому же самому, то надо просто написать W, выжить за ним. Ну давайте на каком-то примере разберем. на первом пустое слово, значит, пока я до этого момента пишу, будет лямбда. Здесь, ну поскольку было лямбда, я просто переписываю эту букву. Здесь опять же я приписываю букву, которая не есть, не сокращается вот с этим словом, поэтому я пишу просто A, B. Здесь я пишу A, B, A. Здесь я пишу что? Здесь я пишу, поскольку она сокращается с вот этой буквой A, то я должен писать A, B. Здесь опять сокращается, поэтому я пишу A, здесь не сокращается, я пишу A, A, ну и опять не сокращается, я пишу A, A, C. Факт номер один. Все слова в построенной последовательности не сократимы. Доказательство по построению. А почему после четвертой букв пишем A, B, если вот там написано в правилах, что сейчас, после четвертой, вот здесь. Да, там слово соответственно потому что я должен написать W, то есть все без последней буквы. Если после дописывания у меня в конце возникает сократимая пара, то я эту сократимую пару должен вычеркнуть. В данном случае B это A в минус первой. нет, вернее у нас B это A, последняя буква здесь. Все, сошлось. Так, алгоритм понятия. Значит, первое, все, что у меня написано, это слова несократимы и доказательства по построению. Теперь что нам надо доказать? Нам надо доказать, что на эквивалентных словах, то есть словах, получающихся друг из друга вставкой и вычеркиванием вот этих вот элементарных соотношений, результат будет один и тот же. Но я не буду разбирать все случаи, давайте я просто поясню, что происходит. Вот было у вас такое слово, вот это, например, слово. Вот вы из него производили вот все эти слова. Значит, нам надо доказать, что если мы куда-нибудь в середину напишем cc в минус первой, то ничего не поменяется. Тут по-хорошему надо будет сейчас разбирать кучу случаев. Ну вот смотрите, вот у меня было что-то написано до какого-то момента, и здесь было у меня слово дубль вожитое. А дальше у меня было следующее слово, здесь блокает буква, а дальше было слово дубль вожитое плюс первое. Ну и даже неважно. Вот было дубль вожитое, когда я здесь смотрю, после житой буквы. А теперь у меня есть новая последовательность, в которую в эту позицию у меня воткнята парочка cc в минус первой. И мне надо понять, как изменятся вот эти слова. А именно, я хочу показать, что для новой последовательности, вот такой расширенной, вот здесь, то, что до этого момента слова не поменяются, это очевидно. Значит, вот здесь будет какое-то интересное новое слово дубль в, там, с крышечкой, а я хочу доказать, что вот здесь будет всегда дубль вожитое. Ну и тогда после этого мой алгоритм будет кушать буквы дальше и приходить к тому же ответу. Ну, потому что ответом является самое последнее слово дубль в, ка-та. И это, доказательство здесь потребует большое рассмотрение заметного числа случаев, ну, потому что надо посмотреть, что дубль вожитое, это дубль вожитое с волной b, ну, и надо понять, как у нас b с c соотносится. Значит, тривиальный случай, когда c просто сюда припишется, а на следующем шаге просто скушается. Альтернативный случай, когда b с c сократится, то есть b это было c в минус первой, а потом c в минус первой допишется. А почему, кстати, при дописывании c в минус первой у нас не могло отсюда еще одну букву отъесть? Может, у нас, когда мы c приписали, b сократилось, потом c в минус первой приписали, еще одну букву сократилось? Потому что это слово не сократимо, и поэтому предыдущая буква здесь это не b в минус первой, то есть не c. Поэтому это невозможно. Ну, значит, это случай. Ну, и остается случай, когда здесь просто написано пустое слово, тогда тоже все понятно. Вот, чисто, то есть, мы доказали, что вписывание элементарного соотношения результат работы алгоритма не меняет. Ну, очевидно, и вычеркивание тоже не меняет. Значит, дальше мы рассматриваем каждое преобразование и получаем, что и в начале, и в конце наш алгоритм даст одно и то же. А на несократимом слое, заметим, наш алгоритм просто дает лично его, там нечего сокращать. Поэтому, если бы было два несократимых представления как соединенных, он бы на них, на каждом с одной стороны давал себя, а с другой стороны одно и то же. Противоречие. вопрос, да, да, путаю, но вначале используюсь сожжением, что если мы берем слово, словарь, и теоризуем соотношения, то получаем в точности множество, которое может быть в цепочке преобразования. Это определение. Как устроено определение? Ну вот, когда я вот здесь пишу вот так, имеется в виду следующее отношение эквивалентности. Два слова называются эквивалентными, если их можно соединить цепочкой слов. Так что два соседних звена, два соседних слова в этой цепочке отличаются либо тем, что в него куда-то там в середину вписали СС в минус первый, либо наоборот вычеркнули СС в минус первый, где С это одна из вот таких букв. Ну то есть, говоря простым языком, если одно слово можно преобразовать в другое цепочкой наших преобразований. Преобразований очень простых, мы умеем вписывать или вычеркивать вот такие слова. Ну, поскольку кажется, что есть какое-то такое утверждение, и оно, кажется, не зря. Нет, понимаете, тут в какой-то момент это можно по-разному все трактовать и как-то по закону сохранения сложности обязательно будет вот содержательный шаг, он где-нибудь будет один, который говорит о том, ну, один из возможных способов сказать, что наша группа это просто состоит из нескоротимых слов. А как слова умножаются? Ну, их надо приписать друг другу, а потом там в середке что-нибудь вычеркнуть. Неприятность возникает в доказательстве ассоциативности. Например. Ну, там, вот в этом контексте вот неприятность возникает в том, что надо доказать, что у каждого слова есть единственный нескоротимый представитель. и так далее. На самом деле, вот разумеется, эту конструкцию можно обобщать, и те группы, которые мы будем рассматривать, они как раз естественным образом возникают вот на этом пути, на пути задания образующими соотношениями. Здесь у нас соотношения только тривиальные, что их даже обычно не пишут, но вообще можно рассматривать, скажем, какие-то другие группы заданные образующими соотношениями, как бы мы уже, например, фуксовые группы. Фуксовые группы это дискретные подгруппы группы движений плоскости Лобачевского. Вот. Мы про них, может, лишь к концу вот этой части курса поговорим. Вот. Ну хорошо, вот есть свободная группа. И дальше можно, ну на самом деле это вот как бы два полюса, которые надо держать в голове. И вот есть группы, которые больше похожи на вот это, а есть группы, которые больше похожи на вот это. Про эту группу мне надо подумать, я вот так сходу не соображу, какие в ней свойства, потому что про ее органические свойства тоже что-то знают, но я не знаю еще. Мне надо подумать. Вот. Давайте попробуем за оставшиеся там, скажем, полчаса обсудить каким способом, какие, так сказать, характеристики групп можно как раз будут различаться у групп, так сказать, похожих на FQ и у групп типа ZM. Я дам три таких описания и мы их обсудим. Значит, важное замечание. Я всегда буду рассматривать группу вместе с набором образующих. На самом деле в этих контекстах от него ничего не зависит, но надо иметь в виду, что у меня группа это всегда группа плюс набор образующих. Для свободной группы это вот собственно свободные образующие, а для ZM ну это понятно базистые вектора. что такое графка или группа? Известно? Графка или группа? Группы с набором образующих. Значит, есть G, есть там набор образующих какой-то A1 это граф, который устроен следующим образом. Вы берете, значит, его вершины это элементы группы, а ребра, ну, на них написано либо образующие, либо им обратное. то есть у меня вот есть из каждой вершины выходит на самом деле G стрелочек и G входит. Значит, вот это тогда будет G, A, G, T. Ну и наоборот. Бесконечный граф, если у меня группа бесконечная, вот такой. Можете, например, нарисовать самым простым для конечной группы, для какой-нибудь Zs3, скажем, она там сдается либо двумя транспозициями, либо циклом от транспозиции, что там будет. Но давайте попробуем нарисовать для наших двух примеров чтобы понять, в чем будет разница. Для группы Zn что у нас будет? Ну, будет решетка. Каждая вершина решетки это элемент группы. Ну и, соответственно, вот у меня есть две образующие. Вот это A, а это B. Ну, например, вот для Z2. А для свободной группы картинка будет такая. Здесь невозможно уже все ребра нарисовать одного размера, но можно вот такая вот получается, такая картинка. Ну и дальше все это продолжает ветвиться. И так далее. Ну и так далее. то есть у меня вот это A вот это B. Ну и, соответственно, там поскольку у меня нет, ну, так сказать, никакие вершины здесь не совпадают, ну, потому что каждый путь отвечает своему несократимому слову, если это путь простой, то есть без возвратов назад. Ну и поэтому так и получается. То есть это такое бесконечное дерево. У каждой степени валентность 4. Ну или там валентность 2Q, если у меня Q-образующих. Вот. Ну вот два совсем разных графа. Как можно объяснить, почему они разные? Нет, ну, разумеется, доказать, что они гомеоморфны, это нехитрая вещь, но какие у них принципиально разные свойства? Первое свойство. Рост группы. Давайте посмотрим на множество тех же, да, значит, ладно, сейчас я скажу, у которых норма же не превосходит N. рассмотрим в нашей группе шар. Значит, норма G это минимальная N, минимальная L, такое, что G есть, что G представляется в виде произведения L-образующих. Ну, или на языке графа это просто расстояние от 0, от 1, в группе до моего G. Если считать, что длина каждого ребра единица, то это просто расстояние от E даже. Давайте посмотрим на такие множества. Давайте посмотрим на число элементов в них. Это некоторая последовательность. Cn. И вопрос, как растет это самое Cn. Давайте в этих примерах поймем, как она растет. И раз у меня n занято, давайте я здесь напишу букву D. Как в Zd какова симптотика последовательности Cn? Давайте в Zd. Да? Не слышу, просто было несколько слов сразу. Соборозующее Q напустите. Еще раз ответ скажите. Ну да, значит в общем я утверждаю, что это будет n в степени D, но с какой-то константой, которая меня сейчас не очень интересует. Какая-то кана n в степени D для Zd. Ну понятно, что скажем здесь это вот у меня будет такой ромбик, точнее даже в данном случае квадрат, в трехмерном случае вот октаидр и так далее. Ну и число целых точек, оно там примерно равно объему, а объем понятное дело с ростом n растет как n в степени D. Можно естественно там посчитать точно, найти эту константу Кан, но мне сейчас не интересно. Так, хорошо, значит это для Zn. А здесь чего будет? Q в степени n. Ну точнее даже можно написать, а если хочется экспоненту поточнее. Тут ладно, тут мультипликативная константа, это не так интересно. А какая кстати здесь будет? Я действительно верно вы сказали, что это будет Z в степени n. А вот чему Z равно? Ну и здесь естественно будет опять какая-то константа, но константа меня не интересует, а меня Z интересует. Да, совершенно верно. А константа на самом деле равна, если не правильно. Ну хотя ладно, не буду сейчас писать, потому что ее тоже можно посчитать, ну ладно, оставим пока так. Вот. То есть мы видим, что здесь рост полиномиальный, а здесь рост экспоненциальный. Определение. Группы, у которых в последовательности cn растет не быстрее многочлена, называются группами полиномиального роста, а те, у которых она растет немедленнее экспоненты, на самом деле, то есть называются группами экспоненциального роста. расти быстрее экспоненты невозможно по очевидным причинам, потому что число элементов вот здесь не превосходит такового для свободной группы. Ну, потому что если у вас есть 2q букв, то уж вы никак не сможете из них длиной m составить больше, чем, скажем, 2q в n-ный слов. образующих образующих А? Чего? Не может кончительной группе сильно действовать образующие людей. Ну, если вы их выбрали конечное число, выбрали как угодно, там, 100 образующих, то, во всяком случае, а, я понял ваш вопрос. Может ли для одной и той же группы ответ быть разным, если вы выбираете разный набор образующих? Ну, смотрите, если вы же образующий одного набора, можете переписать через другой. Так, конечно, поэтому там у вас будет длина слова, и, грубо говоря, у вас будут оценки примерно такого типа, что cn, оно там, скажем, меньше, чем c, ну, а для другого набора образующих, а здесь будет там написано, скажем, какое-то 10 n, если длина слов пересчета там не превосходит 10, потому что любое слово здесь в одном наборе образующих длины m, оно в другом наборе образующих запишется словом длины не больше, чем 10 n, и поэтому вот это число будет не превосходить вот это. Ну, и в другую сторону будет аналогичная оценка, поэтому, в общем, эти условия, они будут эквивалентны друг другу на самом деле. Вот. Да, да, мы рассматриваем только конечно-порожденные группы, и давайте мы это тоже зафиксируем, что число образующих у меня будет конечное. вот. Хорошо. Ну, я вот два класса групп я определил. Бывает что-нибудь еще? Бывает ли группы, как говорят, промежуточного роста, которые растут быстрее любого пыленом, но медленнее любой экспоненты? Ответ да, бывает, но это нетривиальный результат. Это первый такой пример придумал Росислав Иванович Григорчук, по-моему, в начале 80-х, если я правильно помню. Вот. Может быть, мы, если у нас будет время, тоже про него поговорим. Это один пример. Есть полиномиальный рост, есть экспоненциальный, но есть промежуточный. Вот. Это один прием. Одна. Один способ, одна характеристика, которая различает вот эти два класса групп. Вторая характеристика, такая чисто топологическая, и про нее я много говорить не буду, просто вот скажу, что есть такое интересное наблюдение. Это называется концы группы. давайте в нашей группе будем вырезать какие-нибудь конечные множества, ну, например, шары с центром в нуле. Вот давайте вот это множество мы обозначим, скажем, вот само это множество я обозначу Bn. давайте я рассмотрю G минус Bn. Вот я возьму вот это, это граф. Ну, я так напишу для вот этого множества. То есть я из моего графа Келли вырежу N окрестность E единичного элемента. Тогда у меня получится некоторое логическое пространство, которое разваливается на компоненты связности. Вопрос. Сколько может быть этих компонент связности? Ну, понятно, что с ростом N это число может только ну, разным, конечно, может быть, но ну, на самом деле они могут только новые появляться. Формально могло бы так случиться, что у нас есть какой-нибудь там элемент, которого все ведет, так сказать, в точке с меньшим числом образующих, и тогда вы у вас для вот такого радиуса компонент связности есть, а вот для такого радиуса этот компонент связности уже исчезла. Ну, поэтому вот мы будем на самом деле правильный подход такой, надо рассматривать те компоненты связности, которые содержат, ну, скажем, бесконечно много вершин. Тогда такие компоненты связности, они с роста M могут только появляться. Вопрос. А сколько их может быть? То есть вот эта последовательность, она может расти до бесконечности, а может в какой-нибудь момент стабилизироваться. И оказывается, то есть одно из определений на самом деле такое. Давайте я определить. Конец группы. Это класс эквивалентности простых путей таких, что то есть у меня вот есть два пути, которые не самопересекающиеся. Есть другой путь. Ну, допустим, что оба пути из единички выходят. Относительно такого отношения эквивалентности. Вот есть один путь, есть другой путь. И два пути эквивалентны, если можно нарисовать третий путь, который бесконечное число раз будет идти туда и сюда. Или, говоря другими словами, из сколь угодно далекой точки на одном пути, можно перейти в сколь угодно далекую точку на другом пути. Ну и этот путь не может на самом деле проходить слишком близко к нулю. Вот. для любого N существует не просто вот этот путь, а этот путь, проходящий вот здесь. Так вот, вопрос. Как устроено множество этих самых концов? Сколько их может быть? Ну, может быть, ноль концов, если группа конечная. Но это неинтересно. А если группа бесконечная, то может быть один конец. Какой пример? Z2. В Z2 один конец. Потому что любые два пути, которые куда-то там уходят на бесконечный, всегда любую точку можно соединить с другой точкой, ну, где-то там даже не подходя к нулю. В Zn, да. Только почти. Точно. Это когда n больше либо равно 2. А еще есть Z. Есть сколько концов? Два. Так. И еще что бывает из того, что там нарисовано? Ну, там экспоненциально все. Ну, бесконечно много во всяком случае. И на самом деле, даже я сейчас не буду это делать, на множестве концов можно ввести топологию и, кажется, даже метрику. И относительно этой метрики, не, ладно, давайте про метрику это я говорить не буду, но во всяком случае относительно этой топологии множество концов будет гомеоморфно-кантеровского множества. это значит пример, ну, например, F-ку. Теорема Хоббфа-Фрейденталя утверждает, что ничего больше не бывает. Концов может быть 0, 1, 2 и бесконечно много. И если бесконечно много, то обязательно кантеровское множество. То есть, например, в этой топологии множество концов не может быть окружностью или отрезком. Это вот именно кантеровское множество. А, например, групп с тремя концами не бывает. Вот такой неожиданный факт. Ну, тоже понятно, что если у группы конечное число концов, то она, наверное, какая-то простая. У нее как-то не слишком она быстро растет. А если она имеет бесконечного концов, то у ней, наверное, граф Келли как-то так сильно ветвится, и там мало чего замыкаются друг на друга. Ну, опять же, в таком интуитивном смысле я не хочу этому придавать никакое строгое звучание. Я бы сказал, что вот сюда. Но это мне надо подумать немножко. Теорема Хобб-Фрейденталь. Давайте я напишу. Значит, число концов. Вот такая тюрьма. Ну, точнее, это две работы. Правильнее даже говорить, наверное, Фрейденталь-Хобб. Потому что Фрейденталь доказал, по-моему, почти все. А вот то, что это Кантеровское множество, это Хобб доказал. Как вы думаете, в какой стране могли быть опубликованы эти результаты в эти годы? Нет, конечно. Я думаю, что там было много... Да, совершенно верно. В журнал швейцарский. Вот. Замечательно. А это мы поговорили про вторую характеристику группы, которая показывает, как она на бесконечности себя ведет. И третья характеристика, которая как раз ближе всего подходит к эргодической теории, это так называемая оменабельность. Значит, ну, по-английски так и будет. Не знаю. Ну, такая, как бы сказать, как на русский перевести. Ну, типа подходящая, так, в первом приближении, в которой сойдет для каких-то нужд. Но определений. Определений, на самом деле, много. Если вы откроете в Википедии статью про эту самую оменабельность, там будет написано примерно 10 эквивалентных определений. Я дам, ну, наверное, два. Значит, ну, да, это определение. Пусть... Давайте мы начнем с чего. Fn, значит, в последовательности Fn подножество нашей группы называется фельдеровской. Если... А для любого G из группы... Ну, конечно, если я написал предел, то можно написать рамку лучше. Если вот так. То есть, что я делаю? Я беру множество Fn, ну, и, например, слева, это здесь не очень принципиально, можно было написать правую фельдеровскую, было бы то же самое. Я беру последовательность из каких-то множеств Fn и сдвигаю его на элемент моей группы G. Если при этом разница у этих двух... Да, множество Fn на конечный. Ну, потому что иначе непонятно на что делить. А если при этом у меня с ростом n доля, так сказать, вот этой ошибки стремится к нулю, то это фельдеровская последовательность. Определение же аминабельно. Если существует фельдеровская последовательность. Ну, давайте опять же попробуем понять про те группы, которые у нас были. Но для конечной группы опять же неинтересно. Вы берете Fn просто всю группу, радостно получает числитель 0, и вопрос снимается. Для групп Zn что будет? Как вы думаете? Fn — последовательность, которую мы имеем право выбирать. Ну, на самом деле, это Fn, очевидно, должна расти, и можно даже потребовать, чтобы она росла и, так сказать, исчерпывала всю группу. Да, совершенно верно. Значит, Zn аминабельно. Ну, и так и в качестве Fn можно взять Bn, шар. тогда понятно, что если я сдвину, если у меня, скажем, будет норма G равна какому-то k, то у меня будет верно, что Gfn, оно там лежит, скажем, в Fn в F0, можно писать Gbn, давайте напишем, в Bn плюс k, то мы содержим в себе Bn минус k, а число, ну, разность элементов, скажем, здесь и здесь, оно следующего порядка малости по n, да? Ну, берете n плюс, вот сюда надо в качестве n подставить n плюс k и n минус k. И когда вы их вычитаете, у вас получается рост не не как степень d, а степень d минус 1. Ну, там, n плюс 1 в кубе минус n минус 1 в кубе, растет квадратично. Ну, и поэтому, когда вы делите на число элементов Bn, то у вас стремится к нулю. Вот, поэтому здесь именабельность. А для свободной группы? Ну, что нет. Ну, а как доказать? Предположить, что такое есть. Это один из возможных путей, да. Давайте я, мы пройдем этим путем до конца, давайте я расскажу еще одно определение. Определение такое, группа минабельна, если на ней можно устраивать финансовую пирамиду. Группа, простите, не аминабельна, если на ней можно устраивать финансовую пирамиду. Значит, смотрите, представьте, что в каждой вершине графа Кэллис у нас сидит человек, у которого есть один рубль. Вы, значит, объясняете им, как надо друг другу передать деньги, в каких-то количествах. Каждый может передавать любому своему соседу, или, может быть, даже надо потребовать, что можно там на какой-то радиус передавать, я сейчас не очень помню. Но важно, что, значит, хочется, чтобы каждый человек был не в убытке, чтобы после того, как он все передал и что-то получил, у него осталось, осталось, ну, как бы обратно хотя бы его рубль. А при этом у человека, который сидит в нуле группы, получилось больше одного рубля. Вот если так сделать можно, то группа не аминабельна. А если так сделать нельзя, то группа аминабельна. Ну, почему если, давайте обратно, мы докажем один кусочек эквивалентности. Если группа аминабельна, то так сделать, сейчас, не, наверное, я вас путаю, но... Не, ну, если группа не аминабельна, можно... Нет, не, я, наверное, все-таки сейчас... Сейчас, не, в таком, в том виде, как я бы сказал, можно, потому что можно, скажем, пусть все эти никому не дают, а все правые, скажем, сдвинут на единичку, и тогда нулевой товарищ, он все-таки обогатится до двух рублей. сейчас. А мы финансовую пирамиду считаем именно, когда... Может быть, там надо, чтобы он действительно вырос... Когда у каждого сутки растет? Хотя бы... Может быть, там надо, чтобы каждый вырос хотя бы в ку раз. Я сейчас что-то действительно засомневался. Если у каждого после этой операции будет хотя бы один плюс ку рублей, тогда да. ничего не получится. Да, так чтобы каждый выиграл, и причем выиграл, так сказать, отделенным от нуля образом. Можно как-то, да, по-разному это делать. Ну да, тогда в Z10, в оменабельной группе, в смысле первого определения, так сделать нельзя. Но то, что у вас число рублей в этой самой фельдеровской подгруппе, оно не сильно вырастет. Туда что-то передали, но поскольку таких же, по которым передают конечное число, то все, что могло в это внутрь фельдеровского множества попасть, это увеличена малого порядка по сравнению с тем, сколько там всего было людей. И поэтому вырасти каждого, там хотя бы равномерно увеличить капитал каждого невозможно. А в свободной группе можно. Пусть каждый передает свой рубль, так сказать, по направлению к единице группы. Тогда каждый получит 3 рубля от своих соседей и отдаст 1 рубль. Соответственно, его капитал вырастет на 2 рубля. Просто определение, вот там же малая фельдерская цель, а это не из жей, а из набора образующего? Ну, это неважно. Потому что, ну, как сказать, если это для набора примерно так, да, и, соответственно, у вас на каждом шаге будет маленькая разница, всего их n штук, и поэтому все будет одно и то же. Вот, и, соответственно, у вас каждый обогатится на 2 рубля по такой схеме. Да. Вот. Значит, давайте теперь все-таки докажем, но это было такое, если поверить теперь в теорему об эквивалентности этих двух определений, второй из которых я, как видите, сформулировал, возможно, с ошибкой, но, в общем, я в следующем раз посмотрю и справлюсь. Так вот, давайте докажем, что же неаминабельно в этом, что свободная группа неаминабельна в этом смысле. И на этом мы сегодня закончим. Так, на самом деле мы даже докажем, что не бывает фюленеровских множеств, ну, с некоторой вполне конкретной, для которых вот это вот отношение будет, там, меньше чего-нибудь, там, одной десятой, допустим. И давайте число образующих у меня будет равно двум, просто чтобы, опять же, не усложнять себя жизнь. теорема f2 неаминабельная. Доказательства. Пусть, давайте рассмотрим некоторое множество fm, ну, или просто множество f под множество f2, конечное, ну, скажем, не пустое. Давайте тогда рассмотрим следующее. Наше множество f, оно разбивается в пять кусочков. Во-первых, f0, которое есть просто это f в пересечении с единицей группы, а во-вторых, это fA, fB, fA в минус 1, и fB в минус 1, где каждый вот этот кусок, это несократимые слова, начинающиеся с A. Ну, и так далее. Это просто вот я разбил на части. И давайте посмотрим на такую вещь. вот если я посмотрю на A, применю к моему множеству, значит, множу его на A. Тогда смотрите, что я могу сказать. Если я, ну, естественно, я к каждому кусочку применю то, что здесь происходит, и тогда я могу сказать, что у меня все вот вот это, вот это, вот это, вот это, они все должны отобразиться внутри fA. Ну, предположим, давайте я так скажу, что число элементов здесь вот в этой, давайте посчитаем число элементов вот в этой симметрической разности. Или даже сейчас, даже не в этой симметрической разности, а вот в этом, просто вот в этой разности. Сейчас, или я утверждаю, что вот это число элементов, его можно записать так, оно больше либо равно, чем, и число элементов в каждом кусочке я соответственно назову, 0, Na, Nb и так далее. тогда смотрите, если я посмотрю на скажем, вот эту компоненту fB здесь, то какие элементы могут попасть сюда и, так сказать, вытерпнуться только те, которые лежали здесь, потому что все остальные с буквы B начинаться не могут. То есть я могу написать, что это больше либо равно, чем Nb, ну или даже так, Na, сейчас N, Na-1, Nb плюс Nb-1 плюс N0 минус N минус число элементов группы. Сейчас. Na-1, да? Na-1? Na-1, где? Na-1, это вот это иметь. Сейчас. Подождите, что-то я немножко запутался. Я рассматриваю вот здесь даже не все f, а я вместо вот этого f пишу fb и f, значит, ну в общем пишу все, кроме f минус fA. Тогда вот сюда могут попасть куски только из fA в минус 1. То есть это число элементов, я утверждаю вот такую оценку. Значит, еще раз. Я здесь пишу вместо f вот это. И теперь давайте посмотрим, какие... Соответственно, здесь, чтобы попасть не в fA, я должен был лежать в fA в минус 1. Правильно? Потому что все остальные компоненты вот этого f, они отобразятся в fA. Ну или, по крайней мере, они отобразятся во что-то, что начинается с буквы A. И значит, никакого вклада вот в разность вот с этим они внести не могут. Значит, у нас получается вот это. так, хорошо. Давайте мы напишем еще три аналогичных... Значит, убедились, да? Давайте напишем еще три аналогичных равенства и все это сложим. Тогда я могу сказать, что число... Ну давайте так напишем c. больше либо равно. Теперь, что у меня здесь будет написано. Я сложил четыре таких неравенства. Ну, смотрите, вот в этих скобках у меня каждая из n-ок будет входить ровно в три. И один раз вычтется. Значит, у меня будет 2 nc, значит, 2 на сумму nc. Ну и будет еще сколько тут? 4... 4,0, да? Все это... Ну, поскольку n-оль это там нолик-ледничек, то, в общем, большой погоды это не сделает. Ну, давайте мы напишем, что это, во всяком случае, больше либо равно 2 на число элементов в моей группе, в моем f. Ну, все. На самом деле мы получили противоречие с Фернеровостью. Мы доказали, что... Вывод. Никакое. f не Фернерова. И даже не то, что не Фернерова, а не удовлетворяет. Меньше либо равно сейчас, может, я здесь еще... Так, нет, здесь у меня одной, какой там должно быть? Для любого f существует c, такого, что... А, для c, для всех c из... Для вот, вот из этих четырех обязательно найдется хоть одно плохое. и это одно плохое. Минимум одна четверть от вот этого. Одна вторая. Ну, потому что, если у меня каждый из вот этих будет меньше либо равно... Давайте напишем строго меньше. Второй. если для каждого с у меня будет верно вот это из вот этого набора, то я сложу это для всех и получу, что каждая слагаемая здесь меньше, чем число f пополам, тогда сумма будет меньше, чем 2 на f. Вот такое рассуждение. Ну, вот, собственно, и все. Это одно из всех доказательств, которые проще придумать самому, чем, когда вам рассказали идею, чем внимательно следить за выкладками. Вот, хорошо, тогда на этом мы сегодня закончим, а в следующий раз мы попробуем немножко поговорить про то, что же все вот эти вот эти свойства групп дают для эркотической теории действий этих групп. Все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok